Сегодня руководители боятся подписывать документы. Завтра придут, зажабры возьмут. Ещё и пугают, вот я тебе покажу. Понимаете? Я поручаю Комитету национальной безопасности ловить таких чиновников и прямо заводить уголовные дела. Кто ему позволил приступить к проведению налоговой амнистии для малого-среднего бизнеса? Хорошо, что вы аплодируете, но не всё так гладко, как это надо понять. Во-первых, есть бизнес, который честно платит налоги. Он завтра скажет, этому списали, а мне чего не списали. То есть речь идёт о списании пений, штрафов, если он заплатил основной налог государству. Нам пора заняться товарами народного потребления. Мы забыли и упустили. Вы посмотрите, если сейчас у вас иностранные все одежды на вас сидящих забрать, вы голые будете здесь сидеть. У нас могут производить и костюмы, и рубашки. Надо их поддержать. Сегодня надо поддержать собственные товары. Я вам показывал, одевал и одеваю костюмы наших товаропроизводителей, которые производят не хуже и в 10 раз дешевле причём. Богатые стали казахстанцы. Не смотрят уже на цены. Слушайте, на местах, на учителя разваливается всё, что угодно. Выборы проводят учителя, агитации ведут учителя. Чего-нибудь надо сделать, это учителя. За это никто не платит им. Надо их освободить. Они же должны готовиться к урокам. Они должны работать в положенное время. Вот закон нужен для того, чтобы... ещё и проверяют их без конца. Считаю необходимым разработать и принять в следующем году закон о статусе педагога. Сократить нагрузку. Огородить от непредвиденных проверок несвойственных функций. Нужно проводить политику по укропнению вузов. 130 у нас с лишним университетов в Казахстане. И где только бы они создавали. Правда, их было 200, сейчас хоть меньше стало. Я не против вузов. Пусть все учатся, кто хочет. Ну а зачем готовить людей, никому не нужных? Выдавать просто дипломы. Вот там есть коррупция как раз и идёт. Выписываются документы, а дальше хоть трава не растет. На рынке должны остаться только те вузы, которые обеспечивают высокое качество образования. В следующем году нужно приступить, наконец, к строительству национального научного онкологического центра в Астане. Я два года долблю всех. Давайте начнём. Давайте начнём. Пока по столу кулаком не ударил и не заставил. И всё, и не чесались. В этом году заложить фундамент и построить, и поставить туда самое лучшее оборудование на свете. Там, где опасность для жизни человека, там проверяться должно. Так? Там, где доставляют здоровые медицинские препараты, питание, проверяться должно. А у нас построенные дома уже госкомиссии не принимают. Я вчера, недавно только узнал. А развалится дом, кто будет отвечать? Всегда, после окончания строительства объекта, где будет сидеть человек, комиссионно принималось качество. Не развалится через год или нет? Как это получилось? Кто этим занимается? Хасмбек? Так, Женнус, у тебя контроль архитектурный? Что, ослабили контроль? Нету контроля, что ли? Проект закона в парламенте. А? Проект закона в парламенте сейчас мы здесь. Проект закона? Да, и там эти нормы есть. До конца года будут приняты. Раньше жаловались, что жёсткий контроль не даёт работать, а теперь распустили все, а потом через 3-5 лет будем разбираться в этом. Вот в городе Алматы дворами и хорошо занялись сейчас. Аким, Байбек, его за это хвалят. В Астане то же самое было и в других городах есть. Я сейчас езжу, с удовольствием смотрю, что города, областные центры чистые, особенно там я, где проезжаю, наверное. Как будто я с неба свалился. Я вырос в селе, как Александр Григорьевич Лукашенко сказал, я жил в селе, я знаю, что там происходит. Я учился в районе, я был руководителем города, Тимиртау, руководителем области, Каргандинской, и как секретарь ЦК и правительства председатель объехал все районы Казахстана. Их было 230 тогда. И знаю, что, как, где лежит. Мне ничего не стоит свернуть и поехать в любой угол. Сколько сейчас заявок есть? Кто знает? Более 2000 заявок одобрено, 23 миллиарда с неделок уже заявок одобрено. 2000? Только 2000 одобрено? Нету желающих? Или условия такие? Нет, там много заявлений есть, но банки же смотрят на эти риски, поэтому про процессы... Что банки не могут найти? Вот давай разберемся. Объявленная программа, он не работает. Что банкам? Ну что банкам нужно? Два месяца прошло всего. Все решены. Деньги ты решил. 7% на себя государство берет. Он должен внести 20% не может найти жилья. Однокомнатная квартира сколько стоит для молодоженов? Удешевленные. Аскар? Примерно. 50 квадратных метров. 50 квадратных метров стоит порядка... 7. 3 миллиона. А? 7 миллионов. 3 миллиона. А? 7 миллионов. 20% от 7 миллионов миллион 400 можно заполнить, что человек? А? И на 25 лет не работаем. Правительство не работает в акции. Акимы не работают. Всем Акимам обращать. Что вам еще надо, скажи? Чтобы людям сделать хорошо. Что надо? Все дали. Я предупреждаю всех Акимов. Это будет оценка вашей деятельности в конце года. Перейдете вы на 19-й год или нет в этой должности? Мне предлагают дать внутри городах земли, пусть они построят. А нет внутри городах земли. Это отдельный вопрос. Позахватывали имеющие власть людей и сидят как собака на сене. Себе я не возьму и другим не отдам. Я уже поручал прокуратуре разобраться, если он не осваивал по направлению вернуть эти деньги государству. Эти земли государству, чтобы другие могли сделать. 27 лет погуляли. Начальники позахватывали земли и ничего там не делают. Прокуратуре еще раз Кожамжарову поручаю посмотреть. Вот даже внутри Астаны хотят строить. Нету. Земля есть, не дают. Он чей-то. А чей? Иди ищи. Тетя там, Маша и так далее. Так завуалировано. Но прокуратура уже на той прокуратуру, чтобы добраться до истины. Назови фамилию всему Казахстану. Кто за этим стоит? Обязательно начальник. Может здесь сидит где-то. В этом зале. Нужны глубокие и качественные преобразования в работе правоохранительных органов. Никто из вас не знает, за годы независимости погибло 770 полицейских на этих путях. А то все думают, как полицейских, обязательно надо плохими словами назвать. А как чуть что, идут за помощью к ним. В то же время общество ожидает коренного улучшения работы правоохранительных органов. В первую очередь нашей полиции. Полиция должен оказаться помощником человека трудных, а не палкой для наказания. Я генерала Хасимова считаю самым опытным полицейским в нашей стране, честным, порядочным человеком. Я считаю, он сам предложит, что нам делать с полицией. У нас есть уже программы, да? Надо дорожную карту принять по монетизации органов внутренних дел. Садись. старт надо дать 2019-го года. В мире есть опыт, как полиция работает. Я вас уже направлял и в Германию, и в Грузию, и куда только. Посмотрите, как они поставили эту задачу. Полицейские не берут взятки, на улицах не стоят, на машинах ездит только и все. Все сотрудники должны пройти переаттестацию. Кто это не пройдет, только лучшие должны остаться, остальные уйти и набрать новых людей. Давай подойдем по-другому. Ты должен предложить, не кто-нибудь. Лучших специалистов у нас нету. Поэтому ты генерал, и ты министр. До сих пор пишут президенту, а должны ходить в суд. Поэтому я еще раз сегодня вынужден поручить Верховному суду совместно с правительством до конца года выработать соответствующий комплекс мер. Высший судебный совет Толгат, я тебя для чего туда поставил? Где слухой? Чтобы не спрашивали тебя, сколько стоит стать судьей? Сколько дать надо? Одно таксы в районе, другое таксы член областного суда. Высший судебный совет, это сито для прохождения судебной работы получить. Вот представляете, на треть сокращено место служащего. Вот я сижу, бумага, мне нужна ручка, мне нужна казахам обязательно секретарше нужна, телефон здесь нужен. Сколько людей сократили? Одна треть площадей, где сидят государственных лучших кабинетов и площадей. какая экономия государственных средств? Так же? Да, правильно. Господин президент, я хотел сказать, то, что вы сказали сейчас на одно место претендентов 16, у нас только в агентстве недавно проводили, на одно место было 28 кандидатов. из них стоп. У вас сладкое агентство. Я не говорю, что в отношении НАЦБюро. Это не касается НАЦБюро, я говорю, непосредственно государственной службы. На одно место 28 претендентов было. Это говорит о том, что больше где-то одна треть это были выпускники топ-вузов мира. Как показывают проверки, в ряде случаев стоимость строительства завышается еще на этапе разработки проектной документации. На этапе документации уже закладывается заранее, то есть это в карман кому-то. Сговор. Смотрите, вот в Туркестанской области в одной только области школа туркестанская в одном районе. Одна школа на 600 мест стоит 600 миллионов тенге. Такая же школа на 600 мест стоит миллиард 200 миллионов. Ну как это может быть? Точно такая же школа. Или правительство выделяет 28 школ деньги в тех местах, где не нужны школы, там не комплект в школах. Почему Министерство экономики позволяет? Потому что не знает. Сам на местах не пахал, обстановку на месте не знает и не смотрит, когда приходят к тебе заявкой защищать бюджет года. Ты должен смотреть, где не хватает. Где три смены туда не даешь, а где избыток туда даешь. Ну как это понимать? Слушай, неужели я за каждого министра должен работать? Ты называешься Министерством экономики, двоем, вот, министр финансов. Значит, ты должен экономить, а вы разбазариваете, не экономите деньги. Я вот просто поражаюсь, некоторые смотрят на бюджетные деньги, как на бездонную бочку, что оттуда можно брать, брать, брать и требовать. Не важно, потом потратишь или нет. К концу года неиспользуемых денег миллиардами остаются. и сейчас в ноябре-декабре начинают их расходовать, лишь бы израсходовать, чтобы в следующий год база была большая, чтобы получить еще больше деньги. В последнее время в разы выросло количество длительных заседаний, совещаний, правительствия, госорганах, а также документов оборотов. Мы же договорились, я подписал указ, в правительство могут ходить только во вторник. Все, не ходите, то министры, то их заместители, ахимы, их заместители постоянно лазают здесь. У меня большой опыт государственной работы. Подготовленное заседание может проходить полчаса, по тяжелым вопросам час. Бывают дни, когда правительство проводит с участием ахимов и их заместителей семь совещаний в день в Ахцин. Ты сам когда работаешь? Поэтому ничего не контролируется у нас в стране. Если пример опять одно из мест заседания, совещания. Телефон есть у тебя в кабинете. Пользуйся телефоном, разговаривай по телефону, давай задание. Субтитры субтитры Субтитры